В этом сезоне телеканал Бридж ТВ Русский Хит продолжит радовать своих зрителей новыми программами, новыми событиями и, конечно же, новой хорошей музыкой. Все подробности скоро в эфире. Ну а сейчас о новинках сезона. Игорь Крутой открывает «Золотую осень» своим новым клипом на песню «Ветка Каштана», где и красивая осень, и очаровательная героиня. И, кстати, назвать свое произведение в честь могучего дерева композитор решил не случайно. Крутой певец, крутой клип, крутой режиссер, крутая публика. Режиссером видео выступил Евгений Курицын, но съемочным процессом активно руководил и сам композитор. Ну а испытать исключительно положительные эмоции можно, посмотрев клип в эфире телеканала Бридж ТВ Русский Хит. А для любителей танцевальной музыки в эфире новинка от участников фестиваля Бридж ТВ Нитфо Фест проекта «Филатов энд Кэрос» под названием «Чилить». Эта песня – ответ на напряженные события минувшей весны, поэтому в клипе ребята показали, как правильно расслабляться. Хотя за кадром было не до этого. Раздели, мучают, не выспались. Как говорится, искусство требует жертв. Вот и вокалисткам проекта «Свете и Олиде» режиссер Сергей Грей прямо на площадке предложил научиться кататься на байках. Если мы с Лехой еще хоть как-то умеем ими управлять, то девчонки, понятное дело, вообще никогда не сидели на двухколесной, а тем более трехколесной технике. Вот это была такая первая попытка. Ребята, чьи Уралы были, они, конечно, сильно тряслись, но ничего, обошлось без жертв. Ну а теперь трек «Чилить» звучит как из железных коней, так и в эфире телеканала Бридж ТВ Русский Хит. И, кстати, исполнить нечто экстремальное любят не только музыканты, но и актеры. Например, 58-летний Том Круз недавно прыгнул со скалы в Норвегии и сделал это во время съемок свежей части фильма «Миссия невыполнима». Впрочем, актер приземлился удачно, в отличие от его мотоцикла. Ну а обрести и развить свои сверхспособности можно и гораздо проще. Например, просто надев очки. Пара линз в черной оправе. Эти очки выглядят, казалось бы, максимально просто. Но не стоит слепо верить дизайну, ведь эти оправы способны контролировать вашу работоспособность. В очках есть камера, анализирующая предмет, на которую смотрит владелец. Данные отправляются в специальное приложение. В нем можно посмотреть, сколько времени было потрачено на ту или иную задачу. В приложении пользователь сам указывает, какие действия он считает важными. А очки с помощью сигнала могут предупредить, если владелец отвлекся от своей главной задачи и на что-то засмотрелся. Таким образом, очки помогают нам повысить продуктивность вашей работы, а значит и сократить количество стресса из-за рассеянного внимания. Цена за внимательность 250 долларов, зато вид интеллектуала бесплатно. Так что посмотреть в будущее становится все проще. А у нас на этом все. Вы смотрели агентство хороших новостей. До встречи на Бридж ТВ. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!